Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. По традиции каждую неделю мы встречаемся с известными людьми нашего города и делаем книжные обзоры в программе «Да». Сегодня у нас в гостях Мария Гоголева, предприниматель, маркетолог, чемпион по скорочтению и основатель IT-компании два бота. Маша, привет! Ксюша, привет! Ты забыла сказать, что я еще большой поклонник твоего подкаста и вообще твоего творчества. Это мне на самом деле очень приятно, потому что я вижу вот эти сердечки ВКонтакте, когда выкладываются новые эфиры, и мне на самом деле вот эта обратная связь, она очень-очень приятна. А мне очень приятно, что люди в нашем городе, и не только в нашем городе, а за пределами его, любят читать, пишут книги. И очень здорово, что мы вот в это время живем, когда люди научились себя вот так открыто проявлять, и когда мы это все видим, можем это поймать, прочитать, поучиться, услышать, увидеть их мысли какие-то, немножко проникнуть в их жизнь, в их опыт. И я вот счастлива от этого, правда. Такие есть. Я всегда говорю, что книга — это такая определенная структура знаний и опыта автора и предпринимателей. В основном у нас все-таки с таким деловым контекстом книги идут, поэтому тут предпринимательские книги. А я вот люблю читать. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что каждая книга — это как человеческая жизнь. И ты, когда читаешь книгу, имеешь возможность прожить опыт большого количества людей за какое-то очень маленькое время. И для меня это очень ценно, правда. И сегодня у нас с тобой необычная книга будет идти. Это вот тот случай, когда, наверное, книга выбрала своего читателя. И поговорим мы о книге «Гарвардский метод переговоров. Как всегда добиваться своего». Авторы Роджер Фишер, Брюс Паттон и Уильям Юрий. Издательство «Миф» рекомендованы возраст 16+. Мне кажется, что твой опыт чемпиона по скорочтению помог тебе в сжатые сроки прочитать эту книгу. Да. Опыт по скорочтению всегда мне помогает в этом, потому что сейчас так быстро идёт время. И мы с тобой так быстро готовили программу. Но на самом деле тема просто для меня ещё интересная. Очень мы много времени проводим с моим партнёром Александром в переговорах. И поэтому у меня даже, наверное, никаких сомнений не возникло по поводу того, какую книгу нужно прочесть. Потому что я хотела её прочитать. Никогда не бывает лишнего навыка. Всегда можно всё использовать в свою пользу. А когда проводит ещё такой серьёзный университет исследования, конечно же, это должно быть в моей копилке. Тут можно сразу такую заметочку сказать, что вообще эта книга рекомендована в таких популярных, известных бизнес-школах как основа изучения переговоров. Нужно сказать ещё, что сейчас, я скажу так, искусство проведения переговоров — это основополагающая дисциплина во многих вузах. Потому что на самом деле любое общение, вот наше ли с тобой общение, общение ли с супругом, общение ли с ребёнком или общение на деловых переговорах абсолютно ничем не отличается. И эта книга дала мне ещё раз как раз возможность это понять, что на самом деле любое наше общение — это переговоры. И важно понять другую сторону, важно понять её мотивацию, её мысли. И тогда ваше общение в любом направлении, даже в дружеском, выходит абсолютно на другой уровень. Вот книга для этого шедевральная. Но они и подчёркивают, я думаю, что, скорее всего, и сами придерживаются в переговорах, потому что кто-то из полуавторов, он практикующий адвокат, идёт, остальные исследователи данного метода. И они придерживаются принципа именно выиграть-выиграть. И такой вот идёт как метод принципиальных переговоров, который базируется на принципе взаимной выгоды сторон. А как у тебя происходят переговоры в твоей деятельности по этому принципу? Бывают какие-то отступления? Насколько книгу, которую ты прочитала, можно в жизни практиковать? Ты знаешь, на самом деле, наверное, это как-то интуитивно произошло, что мы всегда стараемся переговоры свои устроить именно на принципе взаимной выгоды. Потому что у меня нет принципа никогда жёстко победить. Это не экологично и в долгосрочной перспективе всегда приводит к нарушению какому-то, потому что, ну, в первую очередь любые переговоры — это люди. И так как у каждого человека бывает какое-то разное настроение, разная мотивация, когда ты приходишь в переговор, ты должен быть к этому готов. И то есть мы с Александром всегда стараемся максимально этично подходить к переговорам, потому что, наверное, наши партнёры и клиенты для нас — это люди на всю жизнь. То есть каждый из них в долгосрочной перспективе становится нашим другом. И поэтому в первую очередь принцип экологичности. И поэтому для меня книга — это важно, конечно, оказалось. Какие бы методы тебе бы захотелось уже вот сегодня внедрить в свою деловую жизнь? Отделяйте людей от проблемы. Я вот раньше никогда об этом не задумывалась, и это один из первых принципов этой книги. И очень часто, когда ты идёшь в переговоры, у тебя уже сложилось мнение о человеке. И иногда так получается, слава богу, в нашей практике редко, что это мнение не очень приятное. И вот когда ты приходишь, и у вас есть определённая цель сотрудничества, очень важно отделить вот этого человека от всего того, что ты о нём думал. Вот, потому что это никому не пойдёт на пользу. А я человек эмоциональный, и вот в этом плане мне этот принцип очень понравился. И сейчас, наверное, сегодня я шла в нашу студию, и так как ты мне человек очень симпатичный, я решила применить этот принцип и понять, что эта передача даст мне как раз возможность, ещё немножко отделив мою личность от этого опыта интересного, от твою личность, как раз применить это на практике. Вот так. Так что тут двойная польза. Вот этот принцип, наверное, первый. Я, дорогие наши слушатели, вот в этот момент я улыбаюсь, и, наверное, сердце моё тает. Маш, а вот наши слушатели, они не видят эту книгу и не читали. Вот что такое можно сказать одной фразой, как охарактеризовать книгу или целыми предложениями, чтобы тоже захотелось нашим слушателям прочитать её? Вот, ребята, если вы хотите отношения со своим супругом или ребёнком вывести на абсолютно другой уровень, классный, комфортный, уверенный, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Или если вы бизнесмен, который хочет, чтобы его бизнес процветал, обязательно прочитайте эту книгу. Там очень много разных теоретических моментов, разных кейсов, которые, уверенно, вы научитесь и сможете применить в своём бизнесе. Вот, наверное, вот так очень длинно. На самом деле, да, и для личной жизни, и для деловой книга действительно подойдёт. У нас в программе, Маш, есть традиции. Вопрос следующему гостю задаёт тот, кто был на прошлой программе. О, да, я боялась этой части. Вопрос от Ольги Скребейко звучал так. Когда вы в последний раз так хвалили человека, что видели в его глазах такой отклик, когда от всей души подарили ему доброе слово, что с ним происходило? На самом деле, я человек такой позитивный. Мне кажется, я вообще всегда говорю людям вещи, наверное, такие добрые. Сказать, что с ним происходило. Вопрос же о том, что сказать, что происходило. Но, наверное, всегда людям не улыбаются искренне. И для меня это важно. Они улыбаются глазами вот в этот момент. И я понимаю, что если каждый из нас будет улыбаться чуть больше, мир изменится. Спасибо тебе большое. И теперь твой вопрос следующему гостю. Так, тогда мой вопрос будет такой. Что вдохновляет вас двигаться вперёд каждый день? Вот такой будет вопрос следующему участнику. Спасибо тебе за размышления, за быстрое чтение книги. Сегодня мы познакомились с книгой «Гарвардский метод переговоров» трёх авторов. Фишера, Юрия, Патона. Чем больше людей прочтут книгу, тем всем будет легче вести любые переговоры. С вами были Ксения Шамова и Мария Гоголева в программе «Да». Да.